Это очень серьезно. Я благодарю вас, потому что, действительно, это уже сегодня, ну, я не знаю, миллионами штук их в Советский Союз выпускал, продавал. Это кафеноровский, да? У меня по поводу кафенора, фирмы кафенор, есть древние длинные истории, если говорить так. Значит, я студент художественного училища на третьем курсе, в 60-й год. И вот в Одессу приезжает к моей тёте в гости двоюродная сестра моя из Праги. Ну, красивая связка, да? Вот я в этом всём, значит, а я студент ещё, значит, могу сказать, что я художник, но уже где-то в направлении таком. И, значит, мы пошли в оперный театр. Из-за того, что я был студентом и смог поговорить как уже как художник, нам разрешили войти в оперный, хотя он был закрыт, просмотровать и так далее. И таким образом моя моя родная сестра, и она с мужем, с детичками там. Ну, здесь было вчера, совсем вот рядом. И, короче говоря, они уехали. Понятное дело, что я там ей говорил. А я уже увлечён графикой был тогда, уже всё. И она мне присылает фирмы Кахино, сам делал карандаш. Она мне присылает, значит, набор перьев для виногравюры, для резьбы и несколько этих самых, для афортов и игр. И таким образом я получил Кахиноровский в то время. А, ещё и ломастер, тонкий такой, как ниточка, как сегодня, в деревне, да? А тогда это был какой-то, Федоров он считался, но он уплотнённый такой, сам стержень, тонкую линию, правую, тоже для графика, это класс. Ну, вот я таким образом с этой фирмой Кахинор уже знаком с тех пор. И спасибо, я вижу, я понимаю, и чувство его в руке, он же иначе чувствует. Здесь доли миллиметров толщины, а они уже чувствуют. Вот, поэтому, да, это хороший инструмент, спасибо. Я понял, что вы мне дарите. Да, дарим. А это остатки, там какие-то обломочки маленькие остались, но уже другого не осталось. Вот эти карандаши, они же имели...